Сегодня в меню – домашние кокосовые конфеты. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Вода – 75 мл. Сахар – 225 мл. Белый шоколад – 220 г. Черный шоколад – 120 г. Пищевой краситель – 1 капля. Кокосовая стружка – 4 стакана. Кукурузный крахмал – 1,2 чайных ложки. Если вы еще не решили, чем порадовать вторую половинку на День Святого Валентина, смотрите, как приготовить красивый романтичный десерт. Его можно подать на десерт при свечах, а можно сложить в красивую коробочку и преподнести в виде милого подарка. В праздничные дни можно сделать их разноцветными, с красивыми узорами. Из сахара, воды и крахмала сварите сироп. Все смешайте, доведите до кипения и проварите пару минут, пока он не начнет густеть. Влейте сироп в кокосовую стружку. Хорошенько все размешайте, чтобы стружка полностью пропиталась и стала липкой. Влажными руками сформируйте небольшие шарики. Уложите их на бумагу для выпечки и отправьте в холодильник на 2 часа. Растопите черный шоколад на водяной бане. С помощью лопатки окуните конфету в шоколад. Проделайте такой финт с третью конфет и снова сложите на бумагу для выпечки. Белый шоколад также растопите на водяной бане и разделите на две части. В одной также обваляйте конфеты, как вы делали это с черным шоколадом. А во вторую часть добавьте краситель. Должен получиться нежный розовый цвет, но можно и сделать и красный, и даже фиолетовый. С помощью зубочистки сделайте на конфетах завитки для пущей красоты. Дайте конфетам застыть и угощайте любимых. Домашние кокосовые конфеты в шоколаде станут настоящим хитом в преддверии дня всех влюбленных. Очень красивое лакомство, приготовленное своими руками и с любовью, станет самым романтичным подарком. Уважаемые зрители! Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах ютуба. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк! Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео поделиться. Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!